Жестоко убита женщина. Ужасно было видеть, что произошло с этой несчастной пожилой женщиной. Город жаждет найти её убийцу. Кто бы это ни был, все хотели, чтобы он предстал перед судом. Полиция задерживает подозреваемого, но поразительно похожие преступления продолжают наводить ужас на тот же район. В обоих случаях женщины задохнулись, когда им заткнули горло тканей. Это жуткая история далека от завершения. Я этого не делал. Что я такого сделал? Чем я заслужил это? Я не виновен. Ведущий Крис Нотт Покипси, Нью-Йорк, был долго известен как город-королева Гудзона, благодаря промышленности и культуре, которая здесь раньше процветала. В 1977 году этот тихий городок с 25 тысячами жителей был шокирован сообщениями об известном серийном убийце, который терроризировал Большое Яблоко чуть ниже по реке. Восьмое нападение за последние 12 месяцев произошло на этой пустынной улице в Бруклине. Похоже, что убийца каждый раз использовал один и тот же револьвер, и он предупреждал власти при помощи писем, которые он собственноручно подписывал. Но в то же самое время Покипси столкнулся с собственным преступлением. Покипси был городом с развитой преступностью на окраинах. В Покипси были районы, в которые лучше не ездить. Да, там была большая преступность. В расчете на душу населения Покипси там и был всегда в первой десятке по штату Нью-Йорк. Но хотя преступностью в Покипси удивить никого было нельзя, тем не менее Покипси ждал настоящий шок. 14 июня 1977 года. Ранним весенним утром молодая женщина, как обычно, приходит навестить свою тетю, Эмму Крапсер. Она пришла туда, чтобы проведать ее, у нее был ключ. Она вошла и увидела разбросанные вещи. Было похоже, что дом ограбили, поэтому она сразу вышла и вызвала полицию. Прибыли власти города Покипси и увидели перевернутую мебель и перерытые ящики комодов явные признаки работы грабителей. Но они находят что-то более ужасающее. Я увидел лежащую на полу женщину. Полностью одетая, она была в зимнем пальто и прочем. Это было длинное пальто. Ее голова была покрыта тканью, она была полностью связана телефонными проводами. Голова и шеи, руки и ноги. Безусловно, это было похоже на ограбление квартиры. А теперь добавилось еще и убийство. Следователи начинают обыск дома, стараясь найти и сохранить любые вещественные доказательства, по которым можно было бы иерентифицировать убийцу. Скоро становится понятно, каким ужасным было это убийство. Они взяли стамеску. Они держали ее за металлическую часть и с помощью деревянной части. Забили в рот кусок ткани длиной метр двадцать и шириной двенадцать-пятнадцать сантиметров. И так и оставили эту стамеску. Она торчала у нее изо рта. Последующее вскрытие показало, что Эмма Крапсер была задушена пятью различными кусками ткани, включая на собой платок, двумя тканевыми воротниками и вязаной кружевной лентой длиной два метра двадцать сантиметров. Есть люди, которые вообще ни во что не ставят человеческую жизнь. Детективы начинают собирать о жертве и всю доступную информацию. Эмма Крапсер, юридический секретарь на пенсии, которая долго жила одна. Несмотря на преклонный возраст, она активно участвовала в жизни района. Она отличалась альтруизмом. Она заботилась о людях и была верным членом церковной конгрегации. И еще она собирала деньги для Министерства образования и здравоохранения. Полиция выяснила, что вечером, в день убийства, Эмма возвращалась домой после игры в Бинго в церкви. Друзья подвезли ее, и она вошла в дом. Она не представляла, какой ужас ждет ее за порогом. Там были воры, которые грабили ее дом, и они набросились на нее. Почему они просто не оглушили старушку и не убежали через входную дверь? Если это было просто ограбление, почему они так не поступили? Они решили остаться и жестоко убить ее, просто ради развлечения. То, что случилось с этой бедной пожилой женщиной, это просто возмутительно. Ее задушили, били, напав на нее, и просто... Она прожила 92 года честным и порядочным человеком. Разве она заслужила такую смерть? Полиция пытается понять, как вообще убийцы или убийцы проникли в дом. Было только два способа войти, или через дверь, или через окно. И тогда мы проверили окна. И мы увидели, что одно окно было повреждено. В стекле были трещины. Позже с этого стекла сняли отпечатки пальцев. Но следователи считают, что вряд ли взрослый мужчина мог проникнуть в дом через такое узкое отверстие. Там невозможно было влезть. Оставалась только дверь. Было видно, что замок. Пытались отжать его, ломали. Это был один из тех дешевых замков, которые можно было открыть даже кредитной картой. Мы просто сильно потрясли дверь, и она открылась. В поисках подозреваемых полиция обращает свое внимание на парк Мэншин Сквер. Известное место встреч мелких жуликов и торговцев наркотиками, расположенное недалеко от дома Эммы. Они любят там собираться. Они там играли в азартные игры. В этом парке всегда было многолюдно. С девяти часов начинался комендантский час, но его было очень трудно обеспечить. Да, в смысле, парк Мэншин Сквер это было... Короче, сам бы я туда не пошел. Это место вы бы предпочли избегать с наступлением темноты. Полиция по Кипсе в то время имела мало сотрудников. Уровень подготовки оставлял желать лучшего, и там было словами Касабланки, когда происходило преступление. Подозреваемых выбирали наугад. Полиция задержала нескольких местных преступников и беспризорных детей для допроса. Становится ясно, что Эмма Крапсер тема номер один. Все были в курсе, что эта женщина жила одна, и где-то у нее в доме спрятано несметное количество долларов. Полиция работает круглосуточно, стремясь выйти на преступников. Каждое отделение полиции хотел задержать того, кто это сделал. Это понятно, это естественно, когда правоохранители принимают близко к сердцу, когда происходит такое гнусное преступление. Естественно, что они принимают это близко к сердцу. И стараются найти того, кто это сделал. Полицейский совершает свой первый прорыв, когда двое мужчин задержанных за другое преступление. Говорят, что видели, как кто-то вошел в дом Крапсер в ночь убийства. Мы допросили Ламара и Стэнли Смит, и они заявили, что были тогда в парке Мэншин Сквер. Братья Смит сказали, что в ночь убийства Эммы с ними в парке было еще трое мужчин. Уэйн Мозли, Альберт Питмен, и Дьюи Базелла. И они услышали, как те трое говорили, что ограбили дом. Так что, когда эти трое ушли из парка, Ламар и Стэнли Смит последовали за ними. Они дошли до парковки через дорогу от дома мисс Крапсер. Подробности, которые расскажут братья, приведут к аресту 18-летнего подозреваемого. Но значит ли это, что убийство будет раскрыто? Город Покипси кипит после жестокого убийства Эммы Крапсер. Жители оказывают беспрецедентное давление на полицию, требуя раскрыть преступление. Это было очень важное дело, которое очень подробно освещало пресса. Я первый раз узнал, что в Покипсе женщина была убита таким жестоким способом. Такого у нас никогда не случалось. Но вот двое братьев, арестованных за несвязанное с этим преступление, предлагают следствию важнейшую информацию. Ламар и Стэнли Смит рассказывают, как они подсмотрели, как Дьюи Базелла, Уэйн Мозли, взломав дверь, проникли в дом Эммы Крапсер, пока их сообщник Альберт Питмен стоял на улице для подстраховки. Это именно то, что полиция так хотела услышать. Июнь 1977 года. Я шел по Мейн-стрит, когда полиция подъехала и арестовала меня. Меня арестовали за убийство. Я сказал, меня? Вы что, шутите? Вы же не серьезно. Я сказал, вы арестовываете не того. Я не имею к этому отношения. Но они были настроены серьезно. Полиция арестовала Мозли, Питмена, Идию и Базеллу за убийство Эммы. И пока они строят линию обвинения, Базеллу держат за решеткой без предъявления обвинений. Когда они посадили меня в тюрьму в братство, они могли меня там держать только 72 часа. А они меня продержали 28 дней. Так сильно я был им нужен. Этот арест еще один удар для Дьюи, который уже пережил тяжелую трагедию 18 лет. Когда ему было 9 лет, его жизнь превратилась в кошмар, когда его отец убил его мать. Единственное, что было хорошего в моем детстве, это моя мама. Я помню, что именно она была тем человеком, который заботился обо мне. А после этого жизнь стала совершенно другой. Понимаете, после этого меня и моих братьев поместили в интернаты, в приюты. И жизнь приобрела крутой поворот. Трагедия снова пришла в его жизнь, когда всего за несколько месяцев до убийства Крабсер, одного из братьев Дьюи, убили в Бруклине. Мне было больно. Очень-очень больно. Так больно, что я хотел сделать с ним то же, что он сделал с моим братом. Так что мне стало ясно, что я должен уехать из района. Я должен был уехать из своего района. Чтобы избежать опасной конфронтации, Базелла переехал в Покипсе, где он поселился у своего старшего брата. Но вместо того, чтобы обжиться на новом месте, он быстро спелся с местными преступниками и мелкими жуликами из парка Мэншин-сквер. Я в парке, я там играю в кости. Ну что еще? Я там пью пиво. Ну и все прочее. Теперь полиция рассматривает его как опасного молодого человека и главного подозреваемого в убийстве. Но для поддержки их теории нет прямых доказательств. Отпечатки пальцев, снятые на месте преступления, не относятся к нему, как образцы, взятые из-под ногтей Эммы Крабса. И предполагаемый сообщник Базелла, Уэйн Мозли, утверждает, что был дома в ночь убийства и смотрел телевизор со своей матерью. Окружной прокурор считал, что мы должны найти более серьезные улики, что-то, чтобы усилить, свирительствуя Стэнли и Ламара. И суд присяжных соглашается с этим и заявляет, что показаний братьев Смит недостаточно, чтобы отправить дело в суд. Базеллу отпускают на свободу. Убийство Эммы остается нераскрытым, но в Покипсе происходит еще одно жестокое преступление. Произошло еще одно преступление, в результате которого погиб еще один пожилой человек. Это, конечно же, породило сомнение. Всего через несколько месяцев после убийства Эммы три сестры, которым было за 80, подверглись нападению себя дома. Одну из них убили. Мы увидели детективов на заднем дворе. Не помню, была ли там предупреждающая лента, но я помню, что моя мама быстро нас отослала куда-то. Сказала, чтобы мы скорее ушли. Она не хотела, чтобы мы тут крутились, пока они занимаются своим делом. Их били и душили. Их избили очень сильно. Такого не пожелаешь своей бабушке или тете, да и кому угодно. Распространяется опасение, что, возможно, убийцы охотятся именно на пожилых людей Покипсе. Многие старики не хотели об этом говорить. Они... Они очень боялись. Все держали рот на замке. Никто, в принципе, ничего не знал, поэтому они молчали. Но если бы и знали, они ничего бы не сказали. Потому что это могло произойти с каждым из них. Окружной прокурор публично признает очевидное сходство между новым убийством и делом Эмме, но делает вывод о том, что нет доказательств того, что два дела связаны. Тем временем Базелла рад, что избавился от тюрьмы и хочет начать новую жизнь. Я нашел себе работу. У меня была крыша над головой. И я стал ходить в районный колледж Датчос. И я был близок к выпуску. Прошло пять с половиной лет. Но полиция и прокуратура не готовы прекратить поиски. Я помню, что сильно разозлился на офис окружного прокурора за то, что они отказались предъявить обвинение. Я считаю, что линия обвинения была очень сильной. Апрель 1983 года. Внезапно дело, уже отнесенное к разряду нераскрытых, снова приобретает актуальность, когда Уэйна Мозли, предполагаемого сообщника Дьюи, задерживают за другое преступление. Через шесть лет после того, как он заявил, что ничего не знает об убийстве Эммы. Теперь он говорит, что убийца — это Базелла. Я узнал, что полиция по Кипсе получила судебный ордер на мой арест. Я позвонил в участок и сказал им, слушайте, я приду к вам утром, потому что я не совершал этого убийства. Несмотря на это его заявление, Базеллу, которому уже 23 года, снова арестовывают по делу об убийстве Эммы. Ему предоставляют назначенного судом адвоката. Я решил, что он интересный молодой человек. Он был похож на маленького ребенка, который очень боялся того, что происходило. Если бы я был виновен, я бы никогда не пришел к ним сам. Жизнь слишком длина, жизнь невыносима длина, понимаете? 20 лет жизни — это как новый пожизненный срок заключения. Почему? Потому что никто вам не гарантирует, что вы выйдете из тюрьмы живым. Так что, понимаете, я видел, что все идет против меня. Мне нужно было принять решение, принять участие в судебном процессе или сбежать. Я пошел на процесс. Я ее не убивал. Несмотря на опасения Дьюи, и он, и его адвокаты уверены, что победят. Не было материальных улик, не было отпечатков пальцев, не было вообще никаких выводов судебно-медицинской экспертизы, которые бы привязали Дьюи Базеллу к убийству Эммы Крапса. Да, конечно, я был уверен, что выиграю процесс. Причина, по которой я думал, что выиграю, заключалась просто в том, что был этот факт. Против меня не было ничего. Ни одна улика не указывала на меня. Но на процессе оказалось, что обвинение за рукавом был спрятан козырь, изменившиеся показания Уэйна Мозли. В 1977 году Мозли заявлял, что в ночь убийства Эммы Крапса смотрел дома телевизор со своей матерью. Теперь он заявляет суду, что они с Базеллой вместе совершили это преступление. Уэйн Мозли показал, что он находился вместе с Дьюи Базеллой в парке Мэншин Сквер, что они подошли ко входной двери, что у Дьюи была отвертка или стамеска в его заднем кармане. И что они взломали дверь. И что они вошли, чтобы ограбить квартиру. И что Эмма Крапсер пришла, когда они были в доме. И что Дьюи ударил ее, она упала. И он убил ее. Более того, для дачи показания вызывают двух свидетелей, братьев Смит. Оба клянутся, что видели Дьюи на месте преступления. Уэйн Мозли признался, что был сообщником и в ограблении в убийстве. Он говорит, что Дьюи был в доме и убил пожилую женщину. Остается загадкой, почему Мозли сделал это признание. Что касается отпечатков пальцев, оставленных на окне, прокуроры говорят, что это не относится к делу, поскольку братья Смит сказали, что Базелла вошел в дом Эммы через входную дверь. Единственный способ пойти через входную дверь, потому что другого пути просто не было. Когда процесс завершается, Дьюи, его адвокат полагает, что у них есть преимущество. Я был полностью уверен, что улики укажут на то, что Дьюи не виновен. Я знал, что я не виновен, но спустя шесть лет после убийства Эммы Крабса прокуроры не намерены позволить ему снова ускользнуть от них. И жители Покипси ничего не забыли. Все хотели, чтобы виновные получили по заслугам. 18 ноября 1983 года. Дьюи Базелла ожидает вердикта суда присяжных по двум эпизодам ограбления дома и убийства второй степени. Что вы решили по первому пункту обвинения? Невиновен. Я помню, что сказал «да». Я помню, что Дьюи как бы вздрогнул, и его тело вздрогнуло. И что вы решили по второму пункту? Виновен. И все просто замерли в гробовом молчании. Меня приговорили к 20 годам в 1983 году. Я упал на пол и стал плакать. Потому что я этого не совершал. Я этого не совершал. Что произошло? Что я сделал? Чем я такое заслужил? Пожилая белая женщина была убита таким чудовищным образом. Преступление оставалось нераскрытым 6 лет. Должен был наступить какой-то финал. Вскоре базил его адвокат. С ужасом узнают, что оба свидетеля обвинения пошли на выгодную сделку со следствием в обмен на свои ужасающие показания. Ничего. На меня не указывало ровным счетом ничего. Кроме парней, которые пошли на сделку со следствием. Они пошли на это, чтобы выйти из тюрьмы. Оба свидетеля были арестованы за другие преступления. Им обоим предложили свободу. Окружной прокурор заявил, что в ответ на показания Ламара Смита, они напишут рекомендательное письмо, чтобы он получил условно-досрочное освобождение. Что касается Уэйна Мозли, того, кто сказал, что помогал Базеле убить Эму Крабсер, он получил даже лучшие условия. Его признали невиновным. Его должны были выпустить. Очень скоро. Ему предложили признание невиновным в ответ на обвинение в убийстве. Он оговорил себя, но с юридической точки зрения это не имело значения. Его невозможно было обвинять в убийстве Эммы Крабсер. В моем опыте это было, ну, я бы сказал, что это была полюбовная сделка. Они хотели от него очень многого, а именно, чтобы он оговорил кого-то другого в этом убийстве и стал свидетелем в этом деле. Я не знал, насколько сильной или слабой была линия обвинения безотносительно к моему клиенту, но мне кажется, что они не предложили бы ему такие выгодные условия, если бы они смогли довести дело до приговора без показаний моего клиента. На мой взгляд, это очевидно. Послушай, вы просто подлые твари. Займись делом. Оставь меня в покое. Им пообещали благословение на выход из тюрьмы. И они воспользовались этим. Дьюи Базел отправили в печально известную тюрьму Синг-Синг. Первый же мой день в тюрьме ко мне привязался надсмотрщик. Он привязался ко мне по-серьезному. Он сказал, «А, вот ты кто? Тот самый? Ты тот, кто убил старушку, а тебе пишут в газетах. Это ты убил эту старушку». И потом он опрыскал меня пестицидами. Как собаку. Просто как собаку. Это было унизительно. Это было самое страшное в этот день. Мне дали номер. 84A0172. И по закону в то время приговорённые к пожизненному заключению считались в гражданском отношении мёртвыми. Мёртвые в гражданском смысле, то есть я был ходячим зомби. Это значит, что у меня нет никаких прав. Если я умру, и некому будет похоронить меня, они могут просто бросить меня где-нибудь на пустыре. Мне было больно общаться с Дьюи после приговора, потому что Дьюи говорил только одно. «Я этого не делал, я этого не совершал». Иногда он начинал сердиться из-за этого, а иногда его охватывало уныние. Вопреки или благодаря своей отчаянной ситуации, Дьюи со страстью начинает заниматься боксом. Бокс был для меня средством от боли. Бокс был для меня не только способом полностью изменить мою жизнь. Это было то, чему я мог себя посвятить. Проходят годы, и он доказывает, что многое может на ринге. В тюрьме Асинг-Синг официально проходил чемпионат в полутяжелом весе. Там давали пояс. Надпись была изнутри, потому что они не хотели давать ничего. Я выигрывал чаще, чем проигрывал. Для показательного боя привозят боксера со стороны. Дьюи прекрасно держится, но в конце проигрывает пачка. Это был призер золотой перчатки девяностого года. И после боя с ним я понял, что в принципе мог бы стать чемпионом мира. Это показало мне, что из меня что-то может выйти. Я не только мог быть боксером. Мне очень важно было понять, что я представляю ценность как личность. Я должен был себя чему-то посвятить. Это было образование торговли, все, что я мог тогда достать. И благодаря боксу получить эту чертову свободу, чтобы наконец оттуда выбраться. Время продолжает тянуться. Дьюи со страстью посвящает себе образованию. Он только в начале пути, но у него начинаются неприятности. Я получил 52 диплома. Диплом бакалавра окончил магистратуру. Вот кем я стал. В это самое время Дьюи и его адвокаты неустанно работают над подачей апелляции. И апелляция наконец подана. На том основании, что состав присяжных был необоснован. Окружной прокурор систематически исключал цветных присяжных из коллегии. И мы все это тщательно отслеживали. Факт заключается в том, что из-за цвета моей кожи я и получил этот приговор. Она была белой. Кто-то должен был за это ответить. Ноябрь 1990 года. Через семь лет после первого приговора начинается второй процесс по делу Дьюи. Обвинение по-прежнему считает, что их победа гарантирована благодаря Уэйну Мозли. Мозли, как и раньше, утверждает, что они с Дьюи проникли в дом Эммы Крапсер и что Дьюи убил ее. Вся база свидетельских показаний состоялась в Казани Уэйна Мозли. Это единственное, что указывало на Дьюи Базеллу. Но на этот раз линия защиты намного сильнее. На первом процессе Дьюи братья Смит показали, что видели, как он взломал двери в дом Эммы. Но теперь, через семь лет, один из братьев меняет показания и рассказывает присяжным совершенно другую историю, опровергающую то, что он вначале рассказал суду. Стэнли Смит сказал, что он отказывается от всех своих более ранних показаний, что он не был со своим братом на той парковке, что он не видел Дьюи Базелла Уэйна Мозли и что все, что он сказал на том процессе о событиях той ночи было ложью. Он подошел к месту свидетелей и сказал, слушайте, я хочу, чтобы вы знали, что я солгал. Я дал тебе первые показания только чтобы вытащить моего брата из тюрьмы. Добавляя еще больше веса линий защиты, тут медэксперт из ФБР подтверждает, что отпечатки пальцев, снятые на месте преступления, определенно не принадлежат Дьюи. Когда присяжные удалились на совещание, судья этого процесса обернулся и сказал прямо в зале заседания, зачем они вообще вернулись к этому делу? Они присяжные вернутся через полчаса с вердиктом невиновен. Дьюи надеются, что его кошмарный несправедливый приговор скоро будет отменен. Но в этой истории будут написаны новые главы и будет убийца, которого еще предстоит найти. После двух судебных процессов и семи лет тюремного заключения, Дьюи Базелла уверен, что он вот-вот обретет свободу. 13 декабря 1990 года. Так много различных факторов указывало на то, что я этого не делал. На меня не указывала ни одна материальная улика. Ни одна. Было похоже, что даже судья не имеет сомнений. Все пребывали в хорошем настроении. Там была легкая атмосфера. Но присяжные по-другому смотрят на ситуацию. То, что они не вернулись через пару часов указывало на то, что что-то происходит в коллегии присяжных. Когда судья сказал виновен, я сказал, вы серьезно? Я не воспринял это так трагически, как в первый раз. Я сказал, вы это говорите серьезно? Вы не можете это говорить серьезно. Это оскорбило мое профессиональное достоинство. Это оскорбило меня, потому что я был частью системы, которая не всегда стремится восстановить справедливость. Поэтому после этого я больше не занимался уголовными делами, большими уголовными делами. После свидетельских показаний на суд, а даже полицейский, проводивший первый арест Дьюи, начинает сомневаться в его виновности. Стэнли Смит вошел в зал заседания и отказался от своих показаний. Солгать под присягой это совсем не сложно. Но очень трудно вернуться в суд и сказать, слушай, судья, я соврал в твоем зале. Я такого никогда не слышал. Поэтому, когда он отказался от своих показаний, это породило много вопросов в моей голове. Несмотря на все сомнения, полиция и прокуроры объявляют дело закрытым. Вернувшись в Синг-Синг, Дьюи продолжает заниматься боксом, борясь с отчаянием. Дисциплина и самоконтроль, которым его научил спорт, подвергаются самой суровой проверке, когда он сталкивается с тем, кто убил его брата в 77-м году. Тюремный кодекс гласит, да, мужик, он же убил твоего брата. Тут не о чем говорить. Пришей его. Вот в таком я оказался положение. И мне нужно было принять решение. Угадайте, кто принимает окончательное решение? Я. Никто не примет окончательное решение, кроме меня. Я взглянул на него, смирил его взглядом. Я протянул ему свою руку и сказал, «Я прощаю тебя». Мой знакомый парень, он сказал, «Ты что? Ты так ничего не сделаешь? Ты вообще ничего не сделаешь? Ты ничего не сделаешь, это же был твой брат. И что, ты ничего не сделаешь, ты ничего не сделаешь?» Я сказал, «Это не твое дело, это касается меня, его и Бога. Тебя это не касается, но это же был твой брат». Я сказал еще раз, «Это не твое дело». Дьюи продержался еще шесть долгих лет за решеткой. Но однажды днем в тюремном зале свиданий его жизнь приобретает внезапный и, наконец-то, счастливый поворот. Он встречает Трину Бун, школьную учительницу и сестру одного из сокамерников. Я несколько раз видела Дьюи, перед тем, как меня с ним познакомили. В нем что-то было. И я сказала себе, мне нравится жизненная позиция этого парня. Между нами сразу установилась связь. Однажды я пришла на свидание, и неожиданно Дьюи встала. Я посмотрела и увидела, что одной женщины свитер упал на пол. Он подошел, поднял ее свитер, и, тщательно стряхнув с него пыль, он повесил его на ее стол. И он вернулся на свое место. И для меня это был очень убедительный пример. Если он так заботился о ком-то, особенно женщине, конечно же, он не совершал этого преступления. Этот невероятный роман увенчался их свадьбой в тюрьме в 1996 году. С помощью своей молодой жены, Дьюи продолжает добиваться отмены приговора. Я писал всем. Я писал Essence, я писал Jet, я писал 60 минут. Я всем написал, что они моя последняя надежда. Суды отвергли все, что я написал. Я дошел до Верховного Суда Соединенных Штатов, и даже они мне отказали. Но он узнал о новом способе добиться освобождения. Парень в юридической библиотеке рассказал мне о проекте «Невиновность». Бесприбыльная организация специализируется на освобождении несправедливо осужденных на основании теста Дэнка. Дьюи пишет им каждый месяц в течение шести лет. Хотя ему раз за разом отказывают до срочного освобождения за то, что он отказывается признать свою вину. Я сказал своей жене, если они хотят, чтобы я признал свою вину, тогда я умру в тюрьме. Я уже прошел через четыре такие комиссии. Наконец, в 2007 году его настойчивость принесла плоды. Мы выяснили, что анализ Дэнка различных предметов с места преступления, с ногтей жертвы, с предметов, которые были введены в рот жертвы, другие предметы, которые были на месте преступления, все эти предметы можно было проверить на наличие Дэнка. Это было возможно. Но когда они начинают заниматься этим делом, они сталкиваются с непреодолимым препятствием. К сожалению, мы узнали, что все вещественные доказательства, все образцы Дэнка были уничтожены полицией в 2003 году. Очистка старых архивов – обычная процедура, но время ее проведения оказалось крайне неудачным для Дьюи. Если бы образцы Дэнка не были уничтожены, мы бы могли провести послесудебную проверку образцов Дэнка, и, скорее всего, мы смогли бы обнаружить Дэнка преступника. Это бы означало, что невиновность Дьюи, в принципе, могла быть доказана. Тем не менее, проект «Невиновность» так сильно верит в дело Дьюи, что в виде исключения они прибегают к помощи могущественной юридической фирмы Spark Avenue – WilmerHale. У них длинный список элитных клиентов, но они готовы заняться делом Дьюи на общественных началах. Мы действительно представляем интересы руководителей крупнейших компаний в уголовных делах по корпоративным преступлениям, но мы далеки от того, с чем было связано дело Крабса. Было совершенно ясно, что в этом деле невиновный человек оказался в тюрьме, и помочь ему вернуться на свободу было для нас главной целью. Это то, что вы... Вся ваша работа направлена именно на это. Специалисты WilmerHale были потрясены, когда узнали, какую большую роль в обвинении Дьюи сыграли показания информаторов, полученные в рамках сделки со следствием. Изучая стенограммы судебных заседаний, я сказал себе, «Как вообще кого-то приговорили при такой нехватке доказательств?» Просматривая протоколы судебных заседаний по делу Дьюи, новые адвокаты узнают о практически идентичном убийстве, произошедшем всего через несколько месяцев после убийства Эммы Крабсер в доме сестер Кинг. Было три сестры Кинг, всем за 80 или 90 лет. Они жили вместе, и трое неизвестных ворвались в их дом, и они физически напали на трех сестер. Одна из которых умерла. Одним из трех преступников, арестованных после этого, был Дональд Уайс, известный как взломщик, склонный к насилию. Впоследствии он был допрошен и осужден за убийство. Оба дела были поразительно похожи. И в том, и в другом произошло убийство пожилой женщины в ее собственном доме поздно ночью. В обоих случаях горло женщины забивали куски ткани. И здесь перед нами точно такое же убийство. Их разделяет период в 8 месяцев. Фризенбаум и Фридмен узнают, что суд, медэксперты ФБР нашли соответствие отпечаткам пальцев из дома Эммы Краспер. Но когда эту информацию, наконец, представили на втором слушании по делу Дьюи, это не повлияло на результат. Это еще не все. И отпечатки пальцев принадлежали одному из тех, кто совершил похожее убийство. В нескольких милях оттуда. Убийца Кинг. Это был афроамериканец маленького роста. Оказалось, что отпечатки пальцев принадлежали Дональду Уайзу, тому, кого приговорили за убийство Кинг. Это обстоятельство тоже было представлено на процессе Дьюи, но не впечатлило присяжных. Специалисты Вилмер Хейл понимают, что они должны копать еще глубже. В июне 2008 года адвокаты находят вышедшего на пенсию главного следователя по делу Крабса. Это Арт Регула. Он усаживает на столовой за стол и достает материалы дела. И говорит, это мои материалы по делу Крабса. И я сказал ему, вы хранили копии всех материалов дела после выхода на пенсию. Он сказал, это единственное дело, материалы, которого я храню даже на пенсии. И я спросил, почему? И он сказал, потому что я знал, что когда-нибудь кто-то вроде вас придет, чтобы доказать, что он не совершал этого преступления. Я всегда сомневался в виновности Дьюи. И я всегда чувствовал, что дело нуждается в новом слушании. Был кто-то, кто работал против Дьюи в ходе следствия и в ходе судебного процесса. И от одного сознания этого, то есть того, что у него присутствует сомнение, одно это давало надежду. Когда материалы Регула начинают изучать, группа адвокатов приходит в замешательство. В материалах указывается на улику, так и не ставшую достоянием гласности. Частично она указывает на невиновность Дьюи. Но достаточно ли этого для его освобождения? И будет ли, наконец, отомщена женщина, убитая, так давно? Отсидев 26 лет в тюрьме за убийство, которое он не совершал, Дьюи Базала получил поддержку могущественной нью-йоркской юридической фирмой, которая начала повторное рассмотрение дела. И шансы на его освобождение еще никогда не были так велики. Благодаря повторному расследованию информации из старых полицейских файлов, хранившихся не один десяток лет, эти материалы никогда не показывали ни Дьюи, ни его адвокатам, ни перед одним из его судебных процессов. Адвокаты находят улику, указывающую на невиновность Дьюи и вызывающую подозрения в отношении другого подозреваемого. Новая команда защиты Дьюи делает следующий ход. Мы подали очень длинное 440-страничное прошение к суду графства Датчес отменить его приговор из-за нарушения Конституции, а конкретно, потому что была скрыта эта улика. Их прошение содержит старый полицейский рапорт, описывающий нападение еще на одну пожилую женщину, всего в нескольких кварталах от дома Эммы Крапса. Эта пожилая женщина, мисс Даблер, была найдена с чулками, забитыми в ее горло, точно как мисс Крапсер и сестры Кинг, которые были убиты. Единственная разница между делом Даблера, делами Крапсера и Кинг, была в том, что мисс Даблер выжила после этого нападения. Также в рапорте Эстель Даблер описывает нападавшего, который оставался на свободе. Она рассказала полиции, что рост нападавшего был метр шестьдесят. Коротышко атлетического телосложения. Также они предъявляют суду улику, переданную детективом Артем Регулой, которая описывается шум в переулке во время убийства Эммы Крапса. Ее сосед слышал, как двигали мусорные баки в переулке, он сказал об этом полиции, но его показания так и не записали. Но это имело большое значение, ведь если баки двигались специально под окно ванной комнаты, это указало бы на то, что преступники проникли через окно, а не через входную дверь. И только человек маленького роста мог пролезть сквозь окно ванной комнаты. И, наконец, бомба. Аудиозапись признания Дональда Уайза в убийстве Кинг, в котором Уайз объясняет, почему он думал, что их никогда не поймают. Полиция спросила Холланда, какова была его роль в убийстве сестер Кинг. На это Холланд ответил, что он уже занимался этим раньше, то есть он уже совершил подобное убийство, и оно сошло ему с собой. Представив суду новые данные, Дьюи и его адвокатам остаются только ждать решения суда. Отменят ли они, наконец, его приговор? Мы ожидали ответа от обвинения, и на это ушло несколько месяцев. Мы продолжали ждать. Как христианка я сказала, Господи, я знаю, что ты не просто так послал это искушение. Я буду уповать на тебя. Наконец появляются новости. Через 26 лет после первого обвинительного заключения приговор Дьюи Базелли отменен. 28 октября 2009 года. Когда я вышел из зала суда, первое, что я сказал себе было... Вот ведь... Наконец-то я ушел. Информаторы сыграли главную роль в обвинении Дьюи. И встал вопрос, можно ли доверять таким показаниям? Если вы посмотрите на смертные приговоры в делах, в которых подсудимого приговорили за убийство, и которые впоследствии были оправданы, показания заинтересованных свидетелей — это непосредственная причина несправедливых приговоров. Еще один следователь, который долгие годы был убежден в виновности Дьюи, признает, что была допущена чудовищная ошибка. Вы делаете все, на что способны. Располагаете лучшей информацией. А спустя 30 лет узнаете, что была совершенно другая информация, которая непосредственно относилась к этому делу, но тебе ее не предоставили, а те, у кого она была, проигнорировали ее. То есть, так же не должно быть. Но никто намеренно за ним не охотился. Никто не хотел его подставить, так сказать. Так уж, получилось. И не нужно забывать, что ни одно дело не заканчивается приговором. Если обвинения, коллеги присяжных и судья не будут единодушны по этому вопросу, с помощью фирмы «Вилмер Хейл» Дьюи вчиню гражданский иск на сумму 25 миллионов долларов федеральный суд по обвинению в нарушении его прав, закрепленных Конституцией. Дональд Уайс провел в тюрьме 25 лет за убийством Мэри Кинг. И теперь он на свободе. Что касается Стэль Даблер, ее дело остается нераскрытым даже через 30 лет. За это преступление никого не привлекли к ответственности. И дело Эммы Крапсер, которая была так жестоко убита около 35 лет назад, также остается нераскрытым. Хотите я кое-что сказать? Мисс Крапсер будет у меня здесь и здесь до конца моих дней. И я сказал себе еще когда находился там, что какой бы путь я не выбрал в жизни, это будет правильный путь. Я пообещал ей это. Она внутри меня. Это мое обещание. Заветная мечта Дьюи стать профессиональным боксером сбылась. 15 октября 2011 года он добился своего на стадионе Стэйпл Сэндер в Лос-Анджелесе в бою против Ларри Хопкинса, боксера, который был моложе его на 22 года. Непосредственно перед боем ему пожелал победы президент Барак Обама. Я действительно говорил с президентом. Я действительно говорил с президентом. И то, что он интересовался мной, то, что он нашел время, чтобы позвонить мне. Это открыло мои глаза. Во втором раунде я начал побеждать. В третьем раунде я даже не чувствовал устойость. Он терял, терял энергию. А я совсем наоборот. Я чувствовал себя все лучше, все сильнее. Я прыгал вокруг него, как молодой Али. Но мне это было 52 года, я все танцевал. Я думал о том огромном давлении, которое он чувствовал. И видеть, как он все это преодолел, и стал действительно очень хорошим боксером посреди испытаний. Эти несколько раундов, в которые он дрался, это было потрясающе. И я чуть не расплакался. В возрасте 52 лет, после 26 лет в тюрьме, за преступление, которое он и совершал, Дьюи Баззелла выигрывает в своем дебюте в профессиональном боксе в четырех раундах единогласным решением судей. И прекращает свою карьеру непобежденным. Он преодолел то, чего он не делал. И у него по-прежнему доброе сердце. И в нем нет недоброжелательности к людям. Он старается помогать. Он не злой человек. Я думаю, что взгляды Дьюи и его отношение к жизни в том, что вторая половина жизни лучше, чем первая. Этим мы живем. Я бы хотел иметь свой собственный зал, чтобы помогать детям. чтобы помочь им не принимать плохих решений в их жизни. И чтобы дать им то преимущество, которое Бог сдал мне. Я хочу, чтобы Бог с помог им так же, как и мне. Слава Бог Spotify Я быть им в twentohl's как и мне. Я хочу, чтобы Бог